Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости! С вами канал Дань Памяти. Реальные истории людей, которые были лишены своих званий Героя Советского Союза, достаточно много. И каждая такая жизненная история наполнена печалью и болью. Что еще раз доказывает, что реальная жизнь вронтовика в послевоенное время не всегда безмятежна и проста. А вы знаете такие интересные истории из жизни людей? Напишите свои варианты прямо сейчас в комментариях, а мы двигаемся дальше. Всего за совершение различных преступлений были лишены 72 человека своих высоких наград. Три из них расстреляны. О двух из них, Бочкове и Антелевском, мы уже говорили ранее. Можете посмотреть по всплывающей подсказке в правом верхнем углу. 13 человек были лишены своего звания Героя Советского Союза. В связи с необоснованным и незаслуженным присвоением этих званий. Из них один расстрелян. 61 человек были лишены высокого звания, но впоследствии восстановлены в звании Героя Советского Союза. При этом 13 из них уже были расстреляны. О них мы поговорим в других видео. А сегодня речь пойдет о лицах, на которых указы присвоения звания Героя Советского Союза были отменены. Но впоследствии восстановлены в звании Героя. Всего таких двое. И как мне кажется, начать надо с познавательной истории самого неординарного и достаточно спорного Героя. Однозначных оценок, действительно ли он был Героем, или мы имеем дело с искусным интриганом и проходимцем, нет до сих пор. Речь идет об Александре Елисеевиче Кривце. Вначале поговорим о его жизни до войны. Что было не так в его биографии и почему он был лишен звания Героя Советского Союза. Родился Александр Елисеевич 13 сентября 1919 года в селе Пески Черниговской области Украины. После окончания института по призыву добровольно, как комсомолец, с высшим образованием поступил на учебу в Московское военное краснозвездное авиационно-техническое училище на отделение эксплуатации аэронавигационного оборудования боевых самолетов, которое и окончилось с отличием в 1941 году. Прошу обратить внимание на тот факт, что он получил специальность авиационного техника и присвоено звание сержант. Как отличник учебы получил право выбирать место службы. Выбор пал на 254-й авиационный полк 36-й авиационной дивизии, который осенью 1941 года в составе Юго-Западного фронта попал в окружение. Попытки выйти из окружения у Алексея Елисеевича не увенчались успехом и в ноябре 1941 года он попал в село Пески, где в декабре 1941 года был создан партизанский отряд, который насчитывал поначалу 35 человек, заместителем руководителя которого и стал Кривец. К марту 1942 года была окончена работа по подготовке партизанского отряда к боевым действиям. В ноябре 1942 года отряд получил название имени Щерса. В последствии на общих собраниях командиром отряда был избран Александр Елисеевич Кривец. В конце 1942 года Кривец был схвачен, а через два дня при конвоировании его в гестапо соратниками был освобожден. В последствии фамилии соратников были установлены немцами, а по распоряжению бургомистра Дьяченко, тоже запомните эту фамилию, возглавлявшего Песковскую полицию, их родственники были арестованы. В их числе был отец и 16-летний брат Александра Елисеевича Кривца. Попытки партизан схватить бургомистра не увенчались успехом, а в этом же году он и вовсе бесследно исчез. Отряд постоянно разрастался. Все эти данные подвергаются сомнению, очень разрозненные и крайне противоречивы. О том, почему это так, будет дальше. Значительная часть личного состава отряда получила множественные правительственные награды, а Кривец получил звание Героя Советского Союза. Отряд существовал до сентября 1943 года, после чего был объединен с подразделениями Красной Армии. После этого Кривец был направлен на восстановление Смелянского сахарного комбината в должности директора. Впоследствии дорос до заместителя начальника Главного управления сахарной промышленности ОССР. В 1972-1973 году издает мемуарную повесть «Багряными дорогами», с которой как раз таки и начались его неприятности. В ней рассказывалось, что в самом начале войны Александр Кривец был, внимание, штурманом в экипаже бомбардировщика, одного из советских авиаполков, и все свое умение, все силы отдавал на разгром врага. В первые месяцы боев он совершил сотни боевых вылетов. Когда Кривец летал на задание, вся его воля, все чувства были направлены в выполнение задания. Он весь отдавался полету. Возглавляя комсомольскую организацию полка, он был примером для подражания. Так описывается в его книге. Получив очередной приказ, пилот Савельев и штурман Кривец разбомбили переправу через Днепр. Затем прошили пулеметным огнем колонну вражеской техники и скопление гитлеровцев. Неожиданно появились три мессера. Кривцу удалось сбить один из них, но подбитая его машина. Тяжело раненому пилоту с трудом удается посадить самолет. Но героический экипаж приземлился на территории, захваченной врагом. Вынося на себе командира, Кривец идет лесами, чтобы выйти из окружения и снова занять место в кабине боевой машины. Преодолевая голод и множественные трудности на своем пути, экипаж пробивается к своим и в конце концов попадает в Новобасонский район Черниговской области. Убедившись, что перейти линию с фронта ему не удастся, Кривец оставляет командира для лечения в одном из сел, а сам переходит на нелегальное положение. Организует подполье, а затем и партизанский механизированный отряд, который сражается вплоть до освобождения района Красной Армии. В книге отмечалось, что в боях с сентября 1942 года по октябрь 1943 года отряд имени Шорса уничтожил свыше тысячи немецких оккупантов и изменников родины, пустил под откос 23 железнодорожных эшелона, подорвал 7 мостов, 27 паровозов и значительное количество другой техники врага, разгромил 3 гарнизона и 25 полицейских станов. Еще в начале 60-х годов киевская журналистка Павлина Пироженко собирала материалы для книги об антифашистском подполье в Новой Басании. Ей позвонил Кривец и задал странный вопрос, по какому праву она собирает такие данные без его ведома. Назначил ей встречи, на которые сам не явился. Затем в книге «Багряными дорогами» об отце Павлине в новобасанском партизане Кривец написал много нелицеприятных слов, что лишило журналистку морального права писать что-либо о партизанах, и журналистка сдалась. В 1975 году на площади Новой Басании был воздвигнут обелиск, на котором были высечены имена партизан, действующих на территории района. На торжестве присутствовали дети одного из партизан, подпольщика Ивана Дьяченко, того самого бургомистра. Дети Дьяченко возражали, говоря, что пост бургомистра он занимал именно по заданию тех же самых партизан и всячески помогал им. Но им отвечали, что связь отца с партизанами не доказана, а то, что он работал на оккупантов, знают все, поэтому он был предателем. Родственники Дьяченко начали борьбу за восстановление доброго имени, и в это же время в официальные органы посыпались анонимные письма, в которых утверждалось, что Дьяченко – негодяй и предатель. При этом никаких доказательств этих слов в анонимках не приводилось. Впоследствии при проведении проверки выяснилось, что автором анонимок был герой Александр Кривец. После того, как история получила огласку, данным фактом занялись более высокие инстанции. Руководил проверкой очень дотошный и ответственный руководитель комитета партийного контроля ЦК КПСС Трошкин. Он проверял и перепроверял многократно каждый факт, и в результате чего, в ходе проверки, неожиданно грянул гром среди ясного неба. Выяснилось, что во время службы Александр Кривец проходил службу в звании сержанта в должности механика по приборам. Собственно, то, на что он и учился. А в воздух на крылатой машине он не поднимался ни разу. К тому же в полку не было пилота с фамилией Савельев, с которым, по словам Кривца, естественно, из его книги, они так тяжело пытались выбраться из окружения после падения самолета. Но, будто бы и этого было мало. Но выяснилось также, что во время марша в сентябре 1941 года, когда его полк прорывался из окружения, Кривец исчез, вскоре появился в родном ему селе Пески. Что он делал в течение последующих месяцев, неизвестно. Впервые он появляется в партизанском отряде Князева и получает назначение на должность командира отделения разведки. Перед боевым походом в отряде проходят совещания, на котором присутствует все тот же Дьяченко. Когда отряд уходит в поход, Дьяченко остается. Однако, зачем-то остается и Кривец. 2 октября 1942 года гестапо арестовывает Дьяченко и многих других подпольщиков. Немцы сжигают семь деревень, расстреливают сотню мирных жителей за пособничество партизанам. Вся агентурная работа по подполью была провалена. Комиссия также установила тот факт, что к аресту Дьяченко был причастен Кривец. При допросах Кривец-контролеру признался, что организовывал анонимные доносы в гестапо о том, что Дьяченко помогает партизанам. Свои действия он объяснил тем, что считает Дьяченко предателем и хотел убрать его руками самих же фашистов. В распоряжении комиссии были свидетельства парторганизатора ЦК ВКПБ Авдиенко, в котором говорилось, что он, находясь в районе в описываемое время 13 декабря 1942 года, встретил группу из шести человек, которые называли себя партизанским отрядом, командовал ими Кривец. Партизаны представителя центра встретили недоброжелательно, в расположение группы не пустили. В комиссию поступило письмо еще одного партизана, в котором он писал, что отряд Кривца был крайне малочисленным, никакой борьбы не вел. Члены отряда лишь прятались в лесу и изредка выходили из леса для мародерства. В конце апреля 1943 года парторганизатор Авдиенко опять прибывает в отряд, численность которого уже возросла. В январе 1943 года организована и партийная организация, но на собраниях велись разговоры лишь о фактах мародерства, отлучения со службы, пьянстве, но никак не о боевых операциях. Дисциплина вовсе отсутствовала. Сам Кривец на собраниях отсутствовал, как и комиссар, потому что был беспартийным, а комиссара он выгнал из отряда. Ввиду тяжелого положения в отряде, Авчаренко решил остаться в нем, до соединения с Красной Армией. По его приказу был возвращен комиссар. Партизаны начали совершать боевые операции, совершили ряд нападений на железнодорожные станции, полицейские участки, провели ряд других операций. Лишь 25 августа 1943 года в штаб партизанского движения Украины поступили первые донесения о том, что в новой бассане действует отряд под командованием бывшего летчика Кривца. В отчете Авдиенко сообщается, что до прихода Красной Армии отряд уничтожил 200 немцев и предателей. Совершил 10 налетов на полицейские станы, нанесен врагу и другой существенный урон. В книге Кривца эти данные возросли уже до 1000 и 25 соответственно. Журналист Александр Сахнюк, не дожидаясь итогов расследования, 10 октября 1979 года опубликовал в литературной газете статью под названием «Правда о героизме и подлости», в которой говорилось, что подпольщик Дьяченко предателем не был, а деятельность Кривца не представляется такой уж и героической. Впоследствии, в результате расследования в 1980 году, комиссия партконтроля ЦК КПСС исключила Кривца из партии, после чего ему было предъявлено обвинение в обмане и преднамеренном искажении своих биографических данных при вступлении в КПСС, присвоении несовершенных подвигов и преувеличении заслуг во время войны, необоснованное обвинение в предательстве одного из активных участников антифашистского подполья, погибшего от рук немецких карателей. После исключения указом от 28 февраля 1980 года был лишен звания Героя Советского Союза и других полученных наград. После этого начались бесконечные письма Кривца и его сторонников в его поддержку. Группа партизан подала иск на газету. По их мнению, журналист в своей статье изобразил их отряд так, будто только он и занимался поборами продуктов у населения до пьянством забитых окороками землянков, в то время как они воевали с врагом. И через пять лет, в 1990 году, Сокольнический суд признал публикацию недостоверной. Отряд все же существовал и вел свою борьбу с врагом. Да, успехи их были преувеличены. Но они же были, а поэтому по существу дело это не меняет. Обвинения Кривца в гибели подпольщика Дьяченко не были доказаны. Документы о казни Дьяченко немцами не были найдены. Ну а сам Кривец продолжал утверждать, что в то время ничего не знал про подпольную деятельность Дьяченко. При украшивании своей биографии он был вынужден признать. Но объяснял это тем, мол, редакторы вписали, а ему неловко было исправлять. Затем, спустя какое-то время, Кривец начал объяснять свою ложь тем, что в отряд вливались новые люди. Среди них было немало офицеров и во избежание недоразумений он тоже представился офицером, который участвовал в воздушных боях. Вообще-то, конечно, мальчишество, говорил Кривец. Накануне 28-го съезда КПСС Кривец подал апелляцию о восстановлении его партии и победил. Протоколе значится, что, учитывая, что товарищ Кривец чистосердечно раскаялся в допущенных проступках, принимая во внимание его активное участие в Великой Отечественной войне, добросовестную работу в послевоенные годы, отмеченные многими правительственными наградами, а также ходатайство Первой партийной организации и ЦК Компартии Украины, восстановить товарища Кривца членом КПСС с июля 1945 года. А 16 июня 1991 года он был восстановлен в звании Героя Советского Союза. Собственно, вот такая жизненная история данного Героя. Однозначных оценок его действий до сих пор, как я говорю, уже нет. Можете сами высказать в комментариях под этим видео свое мнение о нем. А в следующий раз мы поговорим о другом Герое, которого уж точно незаслуженно лишили звания Героя. К этому делу, возможно, был причастен Берия и его любовная история с его любовными утехами. А на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»